Продолжение следует... В частности, в Амросиевке и Старобешеве, а также вторжение российских войск на Донбасс сразу по нескольким направлениям. Украина также инициирует созыв СОВБЕЗа ООН и Чрезвычайного Совета ЕС, заявил глава государства. Я сегодня созову заседание Совета национальной безопасности и обороны, где будут разработаны планы наших действий в рамках изменившейся ситуации. Мы будем инициировать созыв заседания Совета безопасности ООН, на котором мир должен обсудить резкое обострение ситуации в Украине. И я обращусь к нашим странам-партнерам из Евросоюза, осозыве Чрезвычайного Совета Европейского Союза, где мы должны немедленно обсудить ситуацию в Украине. О необходимости созвать срочное заседание СОВБЕЗа ООН заявил и премьер-министр Арсений Яценюк. Также глава правительства призвал партнеров Украины заморозить российские активы и финансы до тех пор, пока Россия не выведет свои войска из Украины. По мнению Арсений Яценюка, введенные на сегодняшний день в отношении Российской Федерации санкции не дали ощутимого результата. В таких обстоятельствах одним из вероятных элементов сдерживания российской агрессии должно быть рассмотрение вопроса о замораживании всех российских активов и остановке всех банковских транзакций Российской Федерации в странах-членах Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, а также в странах Большой Семерки. Заморозить российские активы и финансы до момента вывода России своих вооруженных сил, техники и агентуры. Заседание Совета ОБСЕ провести в Мариуполе вместо Вены, а саммит НАТО в Киеве. С таким призывом выступил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем твиттере. Он также сообщил, что Украина требует созыва Совета Безопасности ООН. «Поднимаем всех», – резюмировал Павел Климкин. Как известно, сегодня председатель, свящая в ОБСЕ в Швейцарии, созвала экстренное заседание постоянного Совета ОБСЕ из-за ситуации в Украине. Украина призывает Европейский Союз предоставить военную и техническую помощь из-за вторжения российских войск на Донбасс. Об этом говорится в обращении представителя Украины приезд Константина Елисеева. «Мы призываем к проведению 30 августа специального чрезвычайного заседания Европейского Совета по Украине. Солидарность должна стать абсолютной и несомненной. Она должна материализоваться в дальнейших решительных и значительных санкциях, а также полномасштабной военной и технической помощи Украине для остановки агрессы», рассказано в обращении Елисеева. «Пришло время слова заменить действиями», подчеркнул представитель Украины при ЕС. Присутствие российских войск в Украине является невыносимым и неприемлемым. Евросоюз не будет с этим мириться и готов к новым санкциям против России. С таким заявлением выступил президент Франции Франсуа Аланд на встрече с французскими дипломатами в Париже. «Если подтвердится, что российские военные действительно присутствуют на украинской земле, это будет невыносимо и неприемлемо. Цивилизованный мир не будет с этим мириться. Европа сохранит и даже усилит санкции, если эскалация будет расти. Поскольку санкции не соответствуют ни нашим, ни российским интересам. Однако Россия не может надеяться на то, что в 21 веке она будет оставаться силой, которая не уважает правил». Россия ведет прямое контрнаступление в Донецкой и Луганской областях Украины. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Госдепартамента США Джен Псаки. По ее словам, боевики в координации с российской армией предпринимают попытки отбить Донецкий Луганск. И в то же время Россия не признает факт участия в украинском конфликте, даже несмотря на то, что солдаты федерации попадают в плен, незаконно пересекая границу Украины с оружием в руках. «Эти вторжения указывают на то, что боевики осуществляют контрнаступление на Донецкий Луганск под режиссурой России. Это вызывает у нас глубокую беспокойность, но мы также обеспокоены нежеланием российского правительства признавать правду, даже после того, как российских солдат задерживают в 48 километрах вглубь Украины. Россия посылает свою молодежь в Украину, но не говорит им или их родителям, куда они едут и что будут делать. Мы знаем, что раненые российские солдаты проходят лечение в госпитале Санкт-Петербурга. Другие российские солдаты возвращаются домой в Россию для захоронения». На территорию Украины действительно прибывают российские военные. Об этом заявили в штабе объединенных сил НАТО в Европе. «Более тысячи российских военнослужащих воюют в Украине», – сказал представитель штаба. На сегодня наиболее вероятной целью России является заморозить конфликт в Восточной Украине с тем, чтобы создать долгосрочный очаг нестабильности. Совет ОБСЕ проводит экстренное заседание по обострению ситуации в Украине, во время которого украинский представитель организации Игорь Прокопчук заявил об открытом военном вторжении Кремля. По его словам, такие действия России являются вызовом мировому порядку. Россия ведет с Украиной необъявленную войну. Украине нужно бороться, не рассчитывая на поддержку Германии и Франции. Об этом заявили 50 бывших деятелей польской антикоммунистической оппозиции «Солидарность». Украинцам необходимо воевать до победы. Россия прислушивается только к силе, отмечают поляки в своем открытом письме к президенту Петру Порошенко. Новоазовск под контролем российских солдат. Об этом сообщают в Совете национальной безопасности и обороны. Чтобы сохранить жизни украинских военных и перегруппировать силы и средства, по приказу командования АТО из города были выведены подразделения объединенных сил АТО, МВД и Госпогранслужбы. Ближе к вечеру две российские колонны вошли в Новоазовск. Сейчас бронетехника россиян и наемников в окрестностях города. Под контролем российских войск и ряд населенных пунктов Новоазовского, Старобешевского, Амвросиевского районов. Кроме того, продолжается столкновение возле Луганска, под Новосветловкой, Хрящеватым, Донецком и Лавайском, Марьинкой, Старобешевом и Еленовкой. По информации СНБО, российские войска готовят наступление в направлении Шахтерск и Лавайск. Ситуация в зоне антитеррористической операции за последние сутки усложнилась. Подразделения вооруженных сил Российской Федерации и бандформирования продолжают контрнаступление в юго-восточной части Донецкой области. Как сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко, бронетехника россиян и наемники наблюдается на окраинах Новоазовска. Возле населенного пункта Холодное зафиксировали систему залпового огня «Ураган». Активные позиционные бои продолжаются под Луганском, в районе Новосветловки, Хрящеватого, Донецка, Иловайска, Марьинки, Старобешево и Еленовки, Волновахского района Донецкой области. В районе Алчевска к боевикам прибыло подкрепление. В населенные пункты Перевальск, Зоринск, Мало-Ивановка, Малая Фашевка, Вергулиевка, Расыпное отмечено прибытие подкрепления для террористов и осуществление обустройства этих городов к долговременной обороне. Продолжаются минометные обстрелы Дебальцева из минометов, установленных на автомобилях. Россия начала тактические учения авиации Восточного командования около границы с нашим государством, которые будут длиться с 27 по 30 августа. Об этом сообщил спикер информационного центра СНБУ Андрей Лысенко. Напомню, предыдущее аналогичное мероприятие ВВС России вблизи границы с Украиной проходили с 4 по 8 августа. Акция протеста под зданием Министерства обороны Украины. Около 2000 людей требует ротации сил антитеррористической операции подкрепления и выдачи военным тяжелого вооружения. С митингующими встретился представитель Генштаба. Генерал-полковник Геннадий Воробьев заверил, требования собравшихся будут выполнены. Для решения вопросов создали инициативную группу. В нее вошло 30 женщин. О чем именно говорили в стенах Минобороны, представители общественности не рассказывают, но подчеркивают, и их требования были услышаны. Вопросы свои. Часть ответов получили, часть будут ждать. То есть мы как бы... На часть вопросов получили ответы. Ну мы не можем сказать, потому что там же ребята наши находятся. Сейчас пойдут туда представители из Донбасса, то есть и мы услышим тогда какие-то результаты. А сейчас пока что ничего реального нет. Вот девушка выходила сейчас, которая была из инициативной группы, но она не сказала ничего нового. Примерно 15 тысяч российских солдат уже отправлены воевать на Донбасс. Количество погибших неизвестно. Об этом рассказала глава Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. По ее словам, военнослужащих практически насильно заставляют подписываться на отправку в Луганск. С большинством из них расторгнуты контракты, чтобы в случае чего российские власти могли от них откреститься. По данным комитета солдатских матерей, в боях на Донбассе уже погибло и ранено 400 российских солдат. У нас всегда один и тот же совет для родственников. Если вы знаете, что вашего солдата или офицера пытаются принуждать совершать воинские преступления, вы, во-первых, ему сообщите, если можете, приезжайте в честь, забирайте его, введите в прокуратуру, введите в комитет солдатских матерей. Мы будем помогать, потому что любое действие военнослужащего за границей, оно незаконно по-любому. Пусть даже у нас нет видов с Украиной, но все равно. С какой стати человек оказывается на территории другого государства в военной форме, с оружием и не в боевой технике? Нужно мне посочувствовать украинскому народу. Я покровена половина украинка, и мне страшно больно знать, что там, где живут мои двоюродные братья и сестры, мои племянники, идет война. Эта история с войной, она, на мой взгляд, мой личный взгляд, не может решиться, пока по-настоящему не примет участие европейские структуры межправительственные. Совет Европы, комиссар Совета Европы по правам человека, я считаю, что тут должны действовать и правозащитные механизмы, они пока вообще не действуют. Национальный банк Украины принял меры, снижающие влияние на деятельность банковской системы, обстоятельства оккупации Крыма, введение чрезвычайного режима работы на территории Донецкой и Луганской областей, а также девальвации национальной валюты. Меры зафиксированы в постановлении номер 529 об отдельных вопросах деятельности банков. Из-за оккупации Крыма и военных действий на востоке Украины у финансовых учреждений нарушились экономические нормативы, увеличился объем негативно квалифицированных активов и размер резервов для возмещения возможных потерь по ним. В связи с этим НБУ ограничивает проведение отдельных операций, а также требует разработать и предоставить детальные планы мероприятий по устранению негативных последствий. Принятые меры будут способствовать повышению уровня защиты интересов вкладчиков и кредиторов. Тем временем НБУ укрепил курс гривни сразу на 45 копеек, до 13 гривен 44 копеек за доллар. Дефицит госбюджета 3% ВВП, инфляция до 10%. Таковы прогнозы Министерства экономического развития и торговли Украины на 2015 год. По словам замминистра Анатолия Максюты, рост ВВП в 2015 году составит 1,7%. При этом правительство предполагает, что положительная динамика будет продолжаться в последующие три года. В таком случае темп экономического роста составит 4,5% в 2016 году и 6,5% в 2017. На самом деле эти процессы, которые мы имеем в этом году, они, собственно, не в этом году появились. Это системные проблемы, которые нарастали и, возможно, проявили себя в таком достаточно резком падении экономики. Поэтому, что сегодня делается? Прежде всего, сегодня завершена разработка национальной программы имплементации соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Также заканчивается разработка программного документа, направленного на восстановление экономики Украины. И мы надеемся, что на инвестиционно-донорской конференции, которая состоится осенью нынешнего года, этот документ будет представлен и поддержан международным сообществом. Один из самых престижных кинофестивалей мира, Венецианский, выразил свою солидарность с украинским режиссером Олегом Сенцовым, которого содержат в российских застенках по политическим причинам. Для Сенцова, а также иранского режиссера Махназа Мохаммади, арестованного по аналогичным причинам, во время пресс-конференции на открытии фестиваля оставили два пустых стула. В поддержку Сенцова уже выступили Вим Вендерс, Анджи Вайда, Педро Альмадавар и многие другие режиссеры. Напомню, Олега Сенцова работники ФСБ России задержали в Крыму и обвинили в терроризме. Он находится в Лефортовской тюрьме Москвы. К этому часу это все. И больше информации в следующих выпусках. Будьте с БТП. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова